Друзья, у нас много предприимчивых и увлеченных своим делом людей, и об одном таком человеке хотел бы вам рассказать. Дамир директор компании A-Service DST, который занимается ремонтом, обслуживанием и продажей бульдозеров марки TM-10DST Ural. Дамир запустил проект, создал совместно с заводом ЧСЗПТ бульдозер на гидростатике. Также у Дамира есть свой YouTube канал, где он рассказывает о жизни его сервисной компании, показывает различные этапы ремонта. Нюансы по выбраковке и дефектовке запчастей, моменты связанные с диагностикой и испытыванием узлов и агрегатов бульдозеров. Как выбрать бульдозер, на что обратить свое внимание при его покупке, Дамир вам расскажет. Дамир сам непосредственно принимает участие во всех производственных циклах, испытывает и загоняет бульдозеры на трал для отправки их клиентам. Ну и помимо рабочих будней сервиса, на канале много информации о бизнесе в сфере спецтехники. Так что каждый найдет для себя там что-то много интересного и полезного. Канал начинающий, требующий нашей поддержки. Так что переходим, пишем комментарии от Пряника, ставим лайки и подписываемся. А мы продолжаем. Всем салют, трудяги, всем утр доброе. Пряник на связи, сегодня у нас подъехал олдскульный день. Ну вы поняли, сегодня вот этот старичок покажет себя в деле, скажем так. Олдскульная тема, как оно было. Чуть ботек не кинул, сюда эта хрень. Далеко не сдует, я думаю. Опа-на! Опа! О, сердушечка мягенькая. А, мы еще в красный должны будем сбегать, взять кое-чего. Олдскульная тема, ребятушки. Так, несколько оборганах управления. Рычаг КПП у нас двигается вот в таком положении. Не как мы привыкли на МТЗ, вот в таком, да? Вот в таком. То есть туда до конца, туда налево задняя, туда четвертая. Если сюда, пятая, шестая. Пятая включается вместе с ногой. Ну и шестая, соответственно. Шестая еще ладно. То есть ты такой берешь, оп, и ножкой еще помогаешь. Ну это у меня лично такие эти причуды. А так вот оно все. Дальше там еще первая, вторая, третья и замедленная. Привод на все четыре, соответственно, колеса. Педаль блокировки, педаль тормоза. Дай бог памяти. Короче, что с словом связано вроде. Врать не буду. Не пользовался ей, может так, пару раз. Это реверс. То есть включил четвертую, да? Вот эту штучку поднял вверх. Он едет назад на четвертый. Трогаться можно с четвертой передачи. Мы лично трогаемся с четвертой. На пятый нельзя, в нашем представлении. Что тут еще? Два этих рычага на гидравлику. То есть это у нас на навеску. И это у нас на то, что вы подцепите. Климат-контроль. Круиз-контроль. Или климат-контроль. Ой, да, круиз-контроль. Ну, вы поняли. Масса. И теперь заводим. Чтобы его завести, нужно выдвинуть декомпрессор. Так, чуть-чуть погоняли. Теперь вторая рука должна освободиться. Так. Дымок пошел. Так, пускай. Чуть-чуть перекурит. На улице похолодало, что просто пипец. Кабиночка маленькая. Ну, сами понимаете. Т-40 есть Т-40. И сзади у нас все примитивно и понятно. Интуитивно. Трактор, возможно, и не заведется. Потому что Т-40 не любит холода ни в каком его проявлении. От слова совсем. Вот это мощность. Вот это вонь. Так, надеюсь, меня будет тут слышно. Шумоизоляция. Ага, звук тише не стал. Но это нормально. Это Т-40. Так, стоп. Опа, вверх. Все, подняли. Сейчас мы едем на наше поле. И будем заталкивать деревья, которые упали. То есть раз, вот так пощупали. Опа, замедленная. Все, поехали. Можно даже газ не давать. Всегда такая фишка. Всегда вот эту штуку забываешь. Как бы закрутить ты закрутил. А вот этот пакетик, который прикрывает бензобак, всегда забываешь. Ну, лично я. Не знаю, как у вас. Ладно, хрен с ним. С креплением не будем брать. Потом сделаю какой-нибудь самодельный штатив. И поснимаем в поле работу. А что нам долго ходить? Вот он будет, наш штатив в поле. Мы его сейчас в трактор кинем. Во. Посмотрели, ремень на месте. Аккумулятор на месте. Все нормально, можно ехать. Крепление на голову не буду брать. Какой смысл? Трактор греется, обороты повышаются. Ладно, поедем так. Интересно, дождик не глупит? Гидравлика не держит. Надо лопату приподнимать, соответственно. Опа. И все. И ты как на танке. В аккурат. Вы все просили у меня. Т-40, Т-40. А что Т-40 делать? Вот как бы он сейчас пригодился. А так так таковой-то он не нужен нам. Он как есть. Просто стоит и стоит. Но похолодало, конечно, знатно. Прям очень. Во. Автоматика. Тоже нормально. Это все нормально. Четыре цилиндра. Т-40 лошадей. Т-40 нацкопейками. Передачу включаем. С выжимом. С двойным выжимом. То есть зажал сцепление. Выключил передачу. Отпустил. Зажал. Включил передачу. Только так. Иначе будет хруст. Я даже не знаю, слышно меня или нет. Но это нормально. Надеюсь, разберете. Что-то уже орать горло болит. Просто кайфуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Оно получается идет вдоль леса. Иногда тут падают кусты. Вообще бровка где-то примерно вот тут. К рай поля. Но из-за вот этого всего Лес подступает А на тракторе я на красном Сюда сильно не жмусь И как бы Но опиливать это тоже До хренища Наше первое препятствие Это вот это дерево Нам его нужно задвинуть туда Соответственно Ну еще вот это туда Чуть-чуть тоже в ту сторону КОНЕЦ 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 Так трудяги Небольшая заминка В общем что мы имеем Подъезжаю сюда Хочу как бы задвинуть его туда Дерево не поддается Подъезжаю как бы сюда Дальше потому что кусты Ну дальше неохота ничего гробить Вот это дерево Оно просто поднимается на лопате И в какой-то момент Оно соскочит И просто Скажем так даст по трактору По лобешнику Я не знаю что с ним там Оно похоже еще Чем-то А нет просто лежит Но двигаться не хочет То есть вообще Как ни крути Блин По идее Ее надо было бы Опилить наверное И было бы ништяк Оно вот в данной ситуации Не получается То есть бесполезно Безполезно Оно прям хочет норовит Соскочить с лопаты И выскочить мне в табло Вот это не есть гуд Совсем Так ладушки оладушки И попробую сейчас вот тут Чуть-чуть освободить И сделать упор вон там Мешук очистил себе Фазенду упал пару раз но это нормально для мешка это все нормально что мы имеем имеем мы вот этот штырь который не поддается попробую сейчас его сломать после уже попробую вот так заехать сдвинуть вот этот ствол середочку туда подвинуть у а Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, выровняли, забацали Сейчас еще чуть-чуть вон там подровняю Вот тут, вон там Вон там бугорок еще чуть-чуть чищу Пройду сюда, чтобы было поровней И как бы на этом все заканчиваем Заряд на камере кончился А мы дальше поехали на красном работать Что думаете, комментируйте, пишите Как старичок вам в работе На связи